Микс Ньюс Утро на Болгоме Да, и, ну, собственно, поводом приглашения вас к нам стала эта новость о том, что Безис ЦЛВ разработала свою, собственно, аппликацию, кнопку тревоги, поэтому, наверное, давайте с нее сразу и начнем. В чем суть этой аппликации и что стало причиной для ее изобретения? Ну, стала причиной, конечно, несчастья наша деятельность, да, то, что мы на протяжении 10 лет занимаемся поисками пропавших без вести людей, и на базе этого опыта родилась эта кнопка, которая для… Это программа, которая помогает найти человека, и вот этот весь опыт без вести за 10 лет мы постарались вложить, ну, часть этого опыта в кнопку, чтобы не пропадали люди без вести. Ну, то есть, по сути, это просто приложение, когда открываешь на телефоне, нажимаешь, и сигнал отправляется ближайшему наделению полиции и вам в офис, я так понимаю? Нет, не так. Получается так, что вы устанавливаете… Ну, представим, что вы хотите поставить себе и поставить бабушке своей. Вы поставили это предложение, дали бабушке, загрузили это же предложение, поставили. Там есть такая функция доверенного лица. Вы поставили доверенного лицом свою бабушку, она поставила вас. И этот союз надо подтвердить с обоих сторон. Это очень специально сделано для того, чтобы вы, допустим, добавили бабушку сейчас в доверенные лица, а потом передумали и стерли нечаянно. То есть, этого сделать там нельзя в этом приложении. А если я хочу поменять доверенное лицо? Тогда вы оба должны… Бабушка должна подтвердить, и вы должны подтвердить, что вы больше не являетесь доверенными лицами. Это специально сделано, чтобы нечаянно кто-то кого-то не исключил, и во время ЧП не оказалось так, что человек вызывает тревогу, а его никто не помогает. Итак, мы два доверенных лица, и если что-то происходит, один из нас, ну, скажем, я потерялся в лесу, я нажимаю на кнопку. Да, и приходит сообщение о втором доверенном, например, вашей бабушке. Ну, представим, наоборот, бабушка пошла в лес и заблудилась. И она говорит, я не знаю, где нахожусь, вызывая тревогу, вам приходит оповещение на телефон. Бабушка, допустим, гуляет в Адажском лесу, а вы находитесь в Венспилсе. Вы ей помочь никак не сможете быстро приехать и помочь из Венспилса. И как раз здесь вот второе оповещение приходит на Безваст ЛВ, где мы видим геолокацию, где она находится. И вы видите эту геолокацию. То есть, получается, это оповещение расходится на двум людям, вам и организации. А на смартфоне должна быть включена функция GPS, чтобы вы видели, где находится человек? Потому что, скажем, у меня она обычно отключена. Приложение надо одобрить это, чтобы она была включена. То есть, она включается, мы вообще не видим ничего. Мы видим только в тот момент этот сигнал SOS, когда приходит, и тогда приходят координаты и местоположение этого человека. Ну, условно говоря, если уж вы меня простите за такое сравнение, это как приложение по вызову такси, по сути, работает. То есть, когда входишь в приложение, включается GPS, и при нажатии на кнопку люди, которым это нужно, они видят твое местоположение. Все разместить и написать. Вообще, это приложение реально спасет, я уверен, не одну человеческую жизнь. А что насчет ситуации, если вы сказали, что должно быть два человека, они как бы друг с другом связаны? Если, скажем, семья, отец, мать и один ребенок, можно ли эту систему на троих как-то расширить? Или тогда просто надо искать четвертого, сделать две пары? Нет, это сделать можно доверенно лицо, если ребенок подключился к папе или подключился к маме, можно сделать. Мы это специально сделали, что когда есть коллективное оповещение, тогда очень часто люди получают папа и получают мама. Мама думает, что получил папа, он отреагирует, а папа думает, что это... Ну, если ребенок пропал, думал, оба родителя отреагируют? Ну, не всегда это так и есть, ну, вот не всегда по практике бывает. Ну, как, во-первых, все считают, что с ними никогда ничего не случится, никто не пропадет без вести. Вот такая вот ситуация. Из этого не сделано, чтобы это можно было быть много коллективных людей, которые могут реагировать на кнопку SOS. И приложение, соответственно, можно скачать уже с вашего сайта? Да, приложение можно в App скачать. В App Store, то есть это и для Android? И для iOS, и для Android, да. Все. Это приложение именно, которое очень простое в использовании. И если вы его поставите людям, которые могут заблудиться или часто ходят, или могут попасть в какую-то опасную ситуацию, они всегда могут его вызвать в SOS. Это не будет долгая история, когда к нам обращаются, говорят, у меня вот до матери не могу дозвониться уже там 5 часов. Телефон включен, она мне звонила, я видел звонок, был на собрании, не мог с ним поговорить. Сейчас я не знаю, что происходит, где она, вы можете как-то помочь. Ну, мы отсылаем в полицию, они пишут заявление в полицию, потом полиция запрашивает эту геолокацию, телефон, это очень долгие, несколько, может быть, дней пройти этот механизм. То есть, вы таким образом как бы стираете посредников, просто нажал на кнопку? Мы не стираем посредников, мы ускоряем этот механизм, то есть, намного укорачиваем этот путь. То есть, человеку стало плохо, он вызвал SOS, и он уже известно, где этот человек находится, где которому нужна помощь. 672-12-93-9, 672-13-93-9, это телефоны прямого эфира, также вы можете писать нам на WhatsApp 2-3-0-6-1-91. У нас уже есть первый звонок в студию, давайте, наденьте, пожалуйста, наушники, мы его примем. Здравствуйте. Доброе утро. Прозевал, извините, начало, только сейчас вот включил в машину передачу и начало прозевал. Ну, наконец-то, когда стал. Первый вопрос такой, тут немножко невнятно ответить. Как наша полиция видит, без GPS-ом нигде мобильник находится. Ну, что точность меньше, конечно, но все равно 20 метров она берет точность. Это я точно знаю, потому что, когда заблудился, ну, немаленький ребенок в лесу, они при разговоре позвонили в полицию, он маме позвонил, мама при мне позвонила в полицию, полиция его нашла, еще не 30 минут в лесу. По сигналу просто. Никаких заявлений ты не писал. Это довольно было быстро, я был в шоке от такого действия районной полиции. Это в Возе Гауе было. Просто удивительно, поражен, не ожидал этого. Так, значит, скорее всего, ваша система так работает или все-таки с GPS, это только со смартфоном программа работает, я так не понял. Второй вопрос, что тоже, ну, поддерживают там, когда совсем маленькие дети или совсем старенькие старушки, которые уже, или плохо стало видом, которые, это мнение уже, мне, которые уже не могут наш номер нормально набрать, поговорить, они нажали на кнопку, вся информация пошла уже какая-то более-менее нормальная, одобряя такие вещи. Вот вот первый вопрос. Без GPS тоже должен, значит, работать, я так понимаю. Спасибо большое. Итак, собственно, да, вопрос такой главный один. Что делать, если телефон не оборудованной системой GPS, то есть это не смартфон, а вот у людей, у которых нет такой? Ну, вот то, что вот сейчас человек рассказал историю, свое видение, как, что если с простого челя телефона человек может позвонить, его могут определить геолокацию, это вот первый раз такое слышу. Ну, это, наверное, где-то у него есть, но я с этим не сталкивался. Я могу, видел очень много случаев, когда квадрат, где находится телефон, и мы говорим про кнопочный телефон, это примерно несколько километров, пять километров, пять на пять километров. И там вы не можете уже точнее определить, и полиция, например? Нет, ну, 112 не могла определить этот случай, был случай, у нас пропала женщина, обратился сын, самая была, как бы, ну, грустная история в том, что она все время поднимала телефон, то есть он звонил, спрашивал, мама, ты где? А у нее Альцгеймера, и она не очень понимала, как назвать этот адрес. Она плохо ориентировалась. То есть это даже в городе было? Это в Риге было, на Югле, ну, не на Югле, это было на Москву. То есть это даже в городе было невозможно? Это на Румболе, то есть она поднимала, она говорила с ним, разговаривала, и была вот какая-то нелепая ситуация, что они никак не могли ее определить, ее локацию, где она находится. И 112 не могла определить, где она находится. Ну, в итоге вы ее нашли? В итоге ее нашла полиция, она выехала на трассу и ездила вдоль трассы, и, слава богу, это была зима, они ее нашли вдоль дороги. Ну, вот эти вот, наверное, два часа, что мы ее прочесывали, эту Румболу там искали, там очень много огородных всяких, ну, вообще такая тяжелая территория, она была вот и смешная, и дикая, да, что в плане, вроде человек поднимает трубку, он не может объяснить, где он находится, и мы понимаем, что как бы холодно, и что телефон может сесть, и как телефон закончит свою, ну, батарейка закончит свою жизнь, то все, в принципе, мы не найдем этого человека, я понимаю. Ну, а по поводу, я так понимаю, да, что если телефон кнопочный, то и приложение пока установить не получится. Если телефон кнопочный, конечно, это приложение не будет работать. Нет вообще такого универсального... Ну, конечно, да. Как многие думают, я купил там GPS-брелок и буду с ним ходить. Мне вот GPS-ы, вот такие маленькие брелки, вот не нравятся, потому что у них очень короткий ресурс времени. Они очень там, ну, каждый день их надо заряжать, мне очень удобно их заряжать, особенно пожилым. Там очень много всяких нюансов есть. Но вы это приложение-то, понял, ввели буквально на днях, то есть вот на прошлой неделе оно появилось. Ну, мы его тестировали, почти полгода его тестировали, прежде чем мы все стараемся очень долго проверять сами, чтобы не предложить людям какое-то коряво нерабочее приложение, чтобы оно реально работало. Ну, я имею в виду в открытом доступе. У вас есть уже какая-то, не знаю, статистика, информация, сколько людей уже скачало это приложение, сколько им уже пользуются? Ну, мы только вчера его запустили. Ну, пользуясь случаем, тогда сразу просим всех, собственно, скачать и использовать, потому что, действительно, мало ли что может произойти, лишним, наверное, не будет. Как вы сами сказали, люди не верят, что они сами могут пропасть. Ну, такое часто бывает. Это то, когда я всегда приезжаю, мне говорят, блин, я вообще не понимаю, как вот произошло со мной это. Никогда не подумывал, что вот это вот мои родные сейчас пропадут. А вот мне, кстати, стало интересно, когда вы стали рассказывать про эту женщину, ну, у нас, когда говорят о пропавших людях, первая, конечно, картина такая сериотипичная, что это лес какой-то или, не знаю, ну, какой-то... В общем, природа, где далеко от цивилизации, сложно выйти. А часто ли действительно люди теряются вот в городах, там, не знаю, по причине болезни или ещё из-за чего, и не могут в городе найти выход, и в городе людей нельзя найти? Ну, в городах тоже они пропадают, ну, конечно, реже, потому что в городе всё-таки человек может кому-то подойти, что-то поговорить с кем-то. Это больше вот если касаемо вот заболеваний. И вот тот случай, который вот, когда человек, этот сын звонил матери на телефон, и мы ездили туда-обратно, по Румбле, и она называла какие-то вымышленные адреса, и мы не могли, ну, достучаться до него, и полиция не могла понять, где он, ну, телефон находится. Вот это вот было очень, конечно, печальная история. Ну, слава богу, она закончилась хорошо, но вот это говорит о том, что вот это, если есть у людей приложение, нет, и тем более оно бесплатное приложение загружено. То есть подумайте о своей безопасности, оно ничего не стоит. Загрузите это приложение, поставьте своим родным, пожилым родителям, которые особенно там путешествуют, там в Юрмалу ездят, допустим, сейчас вот весна начинается, пожилые любят, ну, ходить, заниматься с палками этими ходить. Они же едут обратно, у нас несколько случаев было, когда пенсионерка уезжала в Юрмалу гулять, и больше ее никто не видел. Годами мы вот некоторых искали, пропали без вести. То есть уехал в Юрмалу, и все. Ну, да, вот Марина Голфелда такая пропала без вести, она три года, она поехала, поговорила с своими близкими, и больше ее никто не видел. То есть это люди, и куда они пропали? Она нормально, адекватная была, она хорошо передвигалась, но больше вот ее след простыл. Было бы у нее такое приложение, стояло бы оно, стало плохо, одна секунда, хотя бы, по крайней мере, без вести же важно для поисков одна вещь, точка, откуда пропал человек. Это самое главное нам. Если у нас есть точка, где мы видели, где мы понимаем, что был там человек, пускай это потом будет 5 километров, 20 километров, но мы найдем этого человека там. Самая большая для без вести проблема найти пропавшего без вести, у нас нету точной точки входа. А где человек вообще был последний раз? Ну, вот, например, вот эта женщина, она же, вы сказали, поехала в Юрмаву, наверное, на поезде. Она поехала, да, на поезде, доехала до своей знакомой, поговорила, пошла, сказала, пройдет по пляжу, по морю, до Майери, и больше ее никто не видел. Но этой точке отчета для вас недостаточно, что вот она вышла из дом подруги и дошла до Майери. Ну, она, понимаете же, мы же не знаем. Ну, то есть, что вы понимаете, что именно вы понимаете по точке отчета? Если бы точка была бы отчета СОС, вот, допустим, как здесь это сделано, то есть, СОС, мы понимаем, что с этого момента у нее началось, ей стало плохо. А если, допустим, она пошла в Майери или пошла вообще не в Майери, в другую сторону, мы же этого не знаем, эта зона огромная становится. Вы когда были у нас в прошлый раз, это было осенью, когда мы уже, было близко десятилетие вашей организации, вы тогда сказали, что очень часто, когда приезжают добровольцы, у них есть свое какое-то мнение, вот, куда должен уйти человек, который не совпадает с методиками, которые разработал Безосов, и вы тогда еще рассказывали, как именно примерно выбирается направление, куда уходит человек. Вот эти методики, которые вы зарабатываете, приложения даже то же самое. Какая часть этого вашего личного опыта, опыта имеют в виду организации, и какая часть это все-таки международные какие-то, не знаю, контакты, сотрудничества с другими организациями такого рода? Ну, все поисковые опыты, это у нас наша организация основной. То, которое мы берем эти знания, это весь наш жизненный опыт, который мы использовали. То есть первые годы вашего существования, это было немножко такое, ну, вслепую, то есть... Конечно. Ну, у нас такие были розовые очки, что вот мы начнем там искать. Было вначале очень тяжело. Сначала я сам пытался как-то вот понять такую роль как бы детектива такого своего, а потом я понял, что это бесполезно, и очень помогли нам несколько человек, бывшие ветераны в полиции, которые занимались именно следователем розыском на пенсии. Очень много они заложили, ну, базовых вещей, что надо делать, что нельзя делать, вот где границы без вести, где границы, ну, за какие границы нельзя заходить, где границы уже, ну, расследования полиции. Да, в чем границы? Ну, без вести же не может заниматься какими-то расследованиями, может же вестись, как пропал человек, и не всегда понятно, он пропал без вести по своей воле, или ему помогли пропасть. В какой момент вы понимаете, что это уже не ваша территория? Ну, или какой-то пример, может быть, недавно произошел? Был недавно пример, не буду называть фамилию, позвонили, была драка, была кровь, были какие-то там непонятные разговоры, и когда я понял, что там слишком много таких событий, ну, странных, да. А человек пропал после драки? Да, человек пропал, драка, кровь, там была, ну, большая потасовка, и вроде как и ножи, там, ну, в общем, очень много всяких было сложных вещей, что я сказал, что не, спасибо, мы этим заниматься не будем. Это работа полиции. Безвезд занимается простым поиском, пропала пожилая женщина, ушел там, ну, Человек с Альцгеймером, С Альцгеймером, да, Ребенок, Ну, ребенок, Ребенок нет? Нет, ребенок это вообще ЧП, это после Ивана Берладина, просто, эта полиция тоже очень серьезно сделала вывод, и она очень серьезно начала этим заниматься. Просто, да, мы периодически, ну, даже вот на нашем сайте, мы постим какие-то статьи, мы пишем какие-то, ну, с Вауст, с Полиция Майклой, например, на Фейсбуке, или с Безвезд, с ЛВ тоже, и, ну, чаще всего это либо люди пожилого возраста, либо все-таки несовершеннолетние дети, причем не всегда они пропадают, бывает, конечно, история, когда ребенок просто сбегает из дома. Ну, конечно, каждый очень случай индивидуальный, но и опыт Безвеста тоже, мы же тоже не стоим на месте все эти 10 лет, мы развиваемся, какие-то темы мы развиваем больше, какие-то меньше мы развиваем. Ну, там у нас, многие вот не знают, что у многих восприятие Безвезд это такая команда, которая лесников выезжает в лес, и там... И прочесывает. И прочесывает лес, а многие не знают, что до прочесывания в лес огромная ведется работа, давание советов по телефону. Ну, вот, совсем недавно был случай, позвонил человек, я не могу сидеть спокойно, у меня мама пропала, говорили, говорили, минус 40 этот разговор, ну, ушел, потом, как бы, дали совет такой, возьмите фонарик, примерно он момент знает, где она пропала, это далеко от Риги было, мы далеко так ездить не можем, возьмите фонарик, один за рулем, а второй вытащите, и смотрите вдоль обочины, ну, может, потому что у нее была белая шапка, будет заметно, да, и человек ехал на машине, нашел свою маму. А вы, вот, как раз говоря о помощи, вы как-то, не знаю, работаете с людьми после того, как они найдены, особенно в случаях, если человек найден уже мертвым, то есть, не знаю, какую-то психологическую помощь, или хотя бы совет, куда стоит обратиться, может быть, у вас есть какое-то сотрудничество, не знаю, с какой-нибудь организацией, которая этими вещами занимается? Ну, вот советовать очень сложно, мы, если честно, не сильно кого-то советуем, потому что никого, никого я не знаю из таких сильных психологов, чтобы кого-то посоветовать. Советы давать всегда такое дело неблагодарное. Ну, не советую, но я имею в виду, не в том, советовать человека, который только что потерял кого-то близкого сложно, но в том плане, то перенаправить кому-то, чтобы он не оставался сам по себе с такой трагедией. вы знаете, когда ты участвуешь с человеком в поиске, он же, уже ты ему, ну, как бы, помогаешь. Ну, несчастье, ты вообще, как бы, не знаешь, что делать, а здесь, там, 30-40 человек рядом с тобой идут, и они не просто ходят там, они, ты видишь, они искренне тебе помогают. И когда находим человека или тело находим, то, конечно, у него происходит стресс, но он в этом стрессе не остановится, с этим горем не остается один на один. Он видит, что эти люди, бывает даже вот наши девчонки подходят и просто обнимают этого человека. Просто, чтобы снять это, ну, просто, не знаю, по-другому как-то не получается. А для вот самих волонтеров Безвест СЛВ, насколько это тяжелый, ну, понятно, что в любом случае тяжелый опыт, особенно в начале, когда находятся, когда не находятся люди, но есть ли вот для волонтеров какая-то, тоже, не знаю, методика работы, чтобы, не знаю, не так близко к сердцу принимать каждую трагедию, потому что, значит, это же невозможно работать. Ну, я даже... Или это не становится проблемой для... Сюда, мне кажется, не приходят такие случайные люди. То есть, они приходят... даже не случайно, все равно же, ну, знаете, еще тысяч человек, а он мертвый, так происходит несколько раз. Ну, так довольно-таки часто получается, что... Вот я, кстати, через это приложение думаю, что люди, которые скачают это приложение, они сократят, спасут людей, ну, своих близких, чтобы они не оказались пропавшими без вести. Вот, 672-19-93-9, 672-13-93-9, звоните нам в прямой эфир. У нас в гостях руководитель организации Безвест СЛВ Александр Фоминский, и также номер ватсапа 2-3-0-6-1-9-1. Возвращаясь немножко назад, вот, 10 лет уже прошло, сейчас у вас какие-то появились все-таки... Давайте начальский премьер-звонок, раз уже я этот вопрос всегда успею задать. А слушатели не всегда могут дождаться. Здравствуйте. Доброе утро. У меня вот такой как раз случай произошел. Мама уехала на базар, и стал успелся, и пропала. И я, и вместе с братом, и с полицией искали я целый день. И даже не знали, куда обратиться. Вы как-то невнятно и четко говорите все эти инвестиционные адреса, поэтому никак не могу записать. Хорошо, спасибо. Вот в таких случаях, куда стоит обратиться? Номер телефона или сайт? Ну, сайт базар.лв, видимо. Я вот не понял до конца его вопроса. Ну, не очень понятно человеку, куда обратиться. Куда обращаться? В базар.лв, в полицию. А телефон, какой можно сказать, чтобы можно было записать? Или как обратиться в базар.лв? А, базар.лв 22-084-084. 22-084-084. Телефон базар.лв. Или на наш сайт, или на нашу страничку в Фейсбуке. У нас всегда, то есть, человек должен обратиться в полицию и обращается в базар.лв. Без заявления в полицию мы не размещаем. Вы не работаете без заявления в полицию? Нет, не работаем. Может, очень часто были случаи, когда люди нам ищут своих неверных мужей и всякие такие истории. А, даже так пытались? Да, да, очень часто такое вначале было, что нам предлагают найти мужа, мы начинаем поставить публикацию, потом он звонит, говорит, я вообще в гостинице, там женщина, и вообще, что вы делаете? И мы в каком-то дурацком ситуации такое получаемое. Очень интересно. Но это только в начале, сейчас уже, наверное, люди примерно понимают вашу работу. Нет, ну мы раньше как-то больше ставили разные, ну, разные, человек обратился, мы ставим, а сейчас на Безвести мы размещаем только и объявления, которые к нам обратились. То есть, вот ВАЗ-полиция размещает объявления все, да, а Безвест размещает объявления только, которые непосредственно обратились в Безвест со своей проблемой. То есть, сами вы, ну да, мы не знаю, увидели… Мы перепостами не занимаемся, допустим. Ну да. Вы увидели там на сайте полиции, кто-то пропал, мы такие не ставим. Такие не ставим. Ну, потому что нам очень сложно ответить, нам просто начинают звонить, спрашивают, а я там видел этого человека, мы даже не знаем, о чём мы говорим. Ну да. То есть, вот последнего, допустим, мы поставили человека, его нашли на Украине очень быстро. Мама вообще так благодарила, она даже не ожидала, что сила Фейсбука… А это был потерянный человек, когда он ушел в Украине, или это просто… Ну, он уехал, и порвалась связь, очень стремительно уехал, не предупредил никого. То есть, это такая большая история, похожая на «Жди меня», а не на ЧП какое-то. А очень сложно сказать, где ЧП, где граница этого ЧП. То есть, пропал человек, его надо искать, я считаю. А когда он находится, там уже, ну, разные сценарии, почему он пропал. Или помогли пропасть, или он там уехал, или он поругался, или он не хотел жить. То есть, за каждым человеком какая-то своя история идет. Есть какая-то… Вот, особенно последние годы, когда вот, ну, Безосово уже стал достаточно известной организацией в Латвии, многие про них знают. Есть ли всё ещё какие-то, не знаю, стереотипы про вас, которые вы чувствуете, когда, не знаю, к вам обращаются, или когда вы ищете людей? Вот что-то, что… Во что до сих пор люди верят почему-то, хотя это неправда. Ну, люди верят в экстрасенсов. Я не знаю, почему, наверное, есть… А они когда обращаются к вам, просят, чтобы вы пользовались экстрасенсами? Да, они говорят, что вот пойдите к этому экстрасенсу, он очень сильный, ясновидящий, он очень многих нашёл. Я всегда задаю один простой вопрос. Что ж вы к нему сами не обратились? Не-не, а кого он нашёл? Да, и сразу начинается вот туман такой, что нету имён, ничего. То есть, на всякий случай, вы не пользуетесь услугами? Нет, я очень долго изучал эту тему, порядка 3,5 лет в начале, и я не нашёл ни одного подтверждения, чтобы экстрасенс вот взял и пошёл, показал нам место, где лежит человек. А были ли, может быть, наоборот, экстрасенсы, которые набивались вам в помощь? Постоянные, конечно. А, да? Конечно. Очень много людей, экстрасенсов, которые нам звонили, писали, предлагали свою помощь, обижались. Насылали порчу? Ну, нет, просто понимаете, как бы фишка какая получается, экстрасенсы. Экстрасенсы, у него такая интересная позиция, он будет рисовать нам на карте, сидеть дома, пить кофе и рисовать точки на карте по всей Латвии. А Безвест должен ездить за свой бензин, за свой это, по 200, по 300 километров. Ну, вот мы как бы поездили, потом нам надоело. Когда приезжаешь в лес, тебе говорят, ну, вот вы видите берёзы? Я говорю, так здесь везде кругом берёза. Ну, такая берёза, как бы с двойным этим, ну, стволом. Я говорю, ну, так их здесь тоже много. Ну, я не знаю, как вам помочь. А в итоге человек находится вообще на побережье где-нибудь? Ну, в итоге человек находится там в 200 километрах, может быть, находиться от этого места. То есть, ну, у людей почему-то они так вот уверены. Также они уверены в ресурсе собак, что вот собака это вообще вот, приедьте, понюхайте собакой. Хотя вот за наши, вот у нас, ну, с собаками мы искали людей порядка 7 лет, у нас результатов за 7 лет собак, наверное, было два случая, и то таких, как бы, ну, пограничных. Не пограничных, где нет факта, что эта собака вот, ну, нашла кого-то. То есть, она где-то шла рядом, где-то там, где-то кого-то нашла. То есть, если взять, вот, допустим, кинологию, мы сейчас её вообще полностью меняем внутри, потому что очень, это очень специализированная наука, она очень требует хороших, серьёзных знаний, и я считаю, что такие знания не могут там никакие любители дать, они могут дать только профессионально, вот там полиция, колледж полиции, там, погранслужба, там, вот в этих вот организациях есть серьёзные, на самом деле, кинологические службы, а всё вот это остальное, которое, ну, это лично моё мнение. А вы, то есть, когда пользовались собаками, это были какие-то любители кинологии, или? Ну, у нас все любители, как бы, какие-то, и безвест, это же весь состоит из любителей. в том плане, что вы не обращались, опять-таки, в полицию с просьбой, пришлите нам там каких-то специалистов, это были вот ваши волонтёры, которые работают с собаками. Нет, понимаете, вот как выглядит безвест? Безвест выглядит из многих разных направлений, есть у нас люди, которые работают на воде, только на воде, они используют ахокамеры, водолазы, есть люди, которые работают в лесу, они обучают группы всяких, людей, которые приходят, и мы прочёсываем лес, учимся правильно ходить, находить, на что обращать внимание, на что не обращать внимание, это такие лесники, да, есть люди, которые летают с дронами, это операторы дронов, которые чисто управляют машинами, дронами, и находят людей. Вот дроны на сегодняшний день, одна из, наверное, самых дронов. Активных. Ну, если вот как бы посмотреть, ну, очень большой идёт, ну, Отдача. Отдача, да, это дрон, это телефонная группа, это подводная, вот эта работа, то, что технику используем, и одно из самых слабых, это, наверное, на сегодняшний день кинология, ну, вообще она у нас такая, мы её пытаемся сейчас как-то с полицией настроить, наладить по-новому, потому что, ну... А дело именно в том, что кинологи не профессионалы, или просто в том, что собаки неэффективны в поиске людей в такой ситуации? Нет, я думаю, что как раз собака эффективна, но полиция же находит. Ну, просто не знаю, какая там у них эффективность, тоже может быть не самая большая. Нет, я думаю, что полиция находит и очень, ну, как, посмотрите даже статистику, и таможня находит, наркотики, это, ну, я уверен, что полиция, ну... У нас проблема в том, что понятно, что мы любители, да, от нас просто, как бы, вот если взять подводное оборудование, мы сейчас уже как бы долго сотрудничаем с фирмой, которая выпускает эти роботы, они специалисты, они находят в Германии людей, они занимаются, это опытные люди. Что касаемо там дронами, мы используем эти машины современные, они очень сильные, я считаю, очень эффективные, сразу взлетел, сразу нашёл человека, всё очень быстро. Ну, вы ещё приходили, когда там в прошлый раз у вас тепловизор с собой был. Да, ручные тепловизоры, вот эта вот вся техника, она очень эффективна, а кинологию надо очень сильно долго вкладывать, и я думаю, что это, ну, их не может быть много, да, вот кинологов, как вот мне там говорят, о, там 50 собак, там, мне кажется, вот кинологов не может быть много, это очень, как таких медалистов, спортсменов, это может быть, там быть, не знаю, там 3-5 человек, но лично моё мнение. За последние годы, как вам кажется, приток новых людей в БССВ, ну, может, есть статистика у вас, он увеличился, уменьшился, или примерно одинаково остаётся? Вы знаете, примерно, ну, вот это количество людей, кто-то уезжает, кто-то может заболеть, кто-то может уехать, ну, то есть, такое вот, есть такое движение определённое, ну, я бы сказал бы, наверное, немножко процентов на 10 становится больше. А то есть, процент людей, которых вы принимаете, или которые остаются? Вот этот, вот этот стал, ну, этот уровень стал ещё, как бы, требовательнее. То есть, раньше мы… Вы повысили уровень, планку входа? Да, мы повысили планку входа, потому что очень часто люди приходят, непонятно, чем занимаются, и они все добровольцы без вест, и вот чем-то там занимаются, и они не хотят искать человека. То есть, для них это просто, как бы статус, вот я волонтёр. Да, я волонтёр без вест ЛВ, он там приходит, говорит, вы знаете, Александр, я там хочу проект написать, я говорю, какой проект? Я говорю, зачем какие-то проекты? Мы вообще занимаемся не проектами, мы занимаемся поисками людей. И он начинает там вот, а я уже вот два месяца в без весте, я говорю, ну, хорошо. Ну, такие вот странные люди есть. А он потом обижается, потом что-то там начинает. Ну, проект, может быть, я не знаю вам в конкретных случаях, но в целом-то европейские проекты, это вполне себе возможность получить там дополнительное финансирование или каких-то, не знаю, консультаций. Нет, но это хорошо, когда, ну, мы тоже хотим какие-то, наверное, проекты попробовать сделать, но это хорошо, когда человек делает совместное с нами, он хочет делать проект для себя и для какой-то своей темы. То есть, нас он использует просто как флаг какой-то. Ну, как статусная организация. Как статусная организация, да. Ну, и много вообще людей приходит, странных на самом деле, там, где, когда ты приезжаешь в лес, и он начинает, вот коронная фраза, когда ты начинаешь искать человека, он говорит, я вот так с вами не пойду искать. Вот мне кажется, что он пошел туда, и он становится и начинает куда-то выходить. Да, вы об этом рассказывали в прошлый раз. Меня всегда это, конечно, удивляет, потому что, ну, наверное, у десятилетней организации опыт побольше, чем у человека, который пару месяцев работает в этой организации. Вот. Но когда вы рассказывали про структуру, вообще, ну, у меня первая ситуация была такая немножко армейская, ну, в хорошем смысле, то есть, очень все четко, там, не знаю, кинолог не пойдет на лодки ездить, человек, который летает с дронами, не пойдет в лес ходить и так далее. То есть, у вас четко есть разограничение, кто чем занимается. И, наверное, у вас подготовка соответствующая. То есть, если приходит волонтер, который хочет, не знаю, а, кстати, как вы делите между этими тремя отделами людей? Это по их желанию? Или вы сможете... Конечно, нет. Человек приходит, и он сам себя находит. Вот у нас было несколько человек, которые пришли, они сначала пришли вообще по лесу ориентироваться. Но через какой-то момент они сказали, вы знаете, у меня вообще неинтересно лесу, я вот на воде себя отлично чувствую. И они занимаются поисками на воде. То есть, это такое тоже движение между... Ну, конечно, да. Кому-то нравится, мечтал о кваланге, кому-то нравится управлять дронами. А вы волонтеров прямо учите с квалангами нырять? Я думаю, это все профессиональные водолазы. Не-не-не, мы не учим. То есть, у нас есть профессиональные водолазы, они ходят на курсы, и если человек как бы приходит к нам, и ему интересна водолазная вот эта вся тематика, он с нашими водолазами общается, ну, они показывают, как это делается, и тогда, если ему нравится, его отправляют на курсы, и он обучается. Ну, как бы первый вход, чтобы понять, что это такое, чтобы рассказать им, может, ему это вообще будет не нужно. Ему рассказывают волонтеры все, ну, все как команды, на разные темы, то есть, кому-то нравится водолазная, кому-то нравится. А вам самим, вот вам, что ближе, по воде, по лесу, или с дроном? Или вы уже давно как-то в поле не работали? Нет, я работаю все время в поле, на всех поисках я все время присутствую, я просто стараюсь быть там, где я больше всех нужен. То есть, если поиск мало людей, то я иду в лес. Если, ну, сложные поиски, много алгоритмов, я сижу в штабе и пытаюсь все это скоординировать. Ну, каждый поиск очень. Ну, а просто, что вам больше нравится, где вы чувствуете себя более, не знаю, уверенно? Ну, я считаю, что, как бы, за техникой, наверное, на сегодняшний день большие перспективы, потому что, ну, ну, вот я вам скажу, вот случай был у нас, а, ну, мы даже писали об нем в этом случае, когда прошла, прошла собака около человека, женщина, которая лежала в пяти метрах, в пяти метрах от нее, обученная собака, ну, обученная так, как бы, у нас там так она обученная была, но прошла собака, прошли добровольцы мимо этого человека, она там лежала, и с дроном мы увидели, где она есть, мы ее нашли, и ей спасли жизнь, она сутки там пролежала. то есть, то есть, я считаю, что вот такая техника, как тепловизоры, это очень, ну, как бы важно, ну, конечно, самое важное, самое важное, скажу, какие бы ни были тепловизоры, дроны, и тому подобное, самое важное, это люди. Без людей, а ты никого не найдешь. Если человеку дашь, который не хочет найти, и вообще халатно будет относиться к этому, у него не будет никакого результата. Еще один у нас звонок, давайте мы его примем, пока у нас есть такая возможность, такое время. Здравствуйте, доброе утро. Пожалуйста, сделайте радио потише немножко, потому что дублируется. Все сделано. Спасибо. Все сделано. Доброе утро. Я вот интересуюсь, забыли ли случаи, когда животное, нападают, там кабан, рысь, а может и волк, в ваших историях, в ваших историях, и чем они заканчивались, можно узнать? Спасибо. Это действительно интересный вопрос. Когда по лесу ищите. На самом деле, было несколько случаев таких, ну, не страшных, как мы же вот ищем, если с воздуха ищем, летим дроном, мы видим теплый объект, мы до конца не понимаем, это человек лежит, или это лежит, или может это камень нагрелся очень сильно. А даже, да? Ну, да, то есть, человек же тоже, в принципе, светится на большой высоте, и очень похоже, может быть. И мы на эти точки отправляем небольшие группы людей, ну, чтобы подошли и посмотрели. И слышу, отправляем по парам всегда, чтобы ходили, если что, чтобы сами не пропали. И я слышу в рацию такой крик, девчонка там кричит, а, я так слушаю, что случилось? Она говорит, подхожу, говорит, вижу теплый объект, тепловизор, а когда подошла, говорит, смотрю, такой глаз такой, ну, огромный, говорит, лось такой, здоровенный лежит, и он встает, говорит, и так вот в ночи это дико испугалось. Вообще, я удивился с тепловизорами, что животные, на самом деле, у меня было такие ощущения, что ты подходишь, и животное слышит тебя далеко и убегает от тебя. На самом деле, нет, оно может лежать, ждать, ты вот прямо один метр до него дойти, там два, и оно тогда встает и уходит. Причем, да, не убегает, уходит. Нет, оно уходит, да, то есть, вот такие олени, ну, косули, наверное, убегают, наверное, а так вот. Ну, лось это еще, ладно, а вот действительно, там рыси какие-то, лисы, волки. Ну, таких вот не видели мы таких много. А дроны, я не знаю, там на них птицы, скажем, не нападают? Да. Ну, тоже такого я что-то не слышал. Я вообще слабо представляю, как он может напасть, потому что у них там пропеллеры такие, так рубят, если по пальцам попадет, то может и палец, мне кажется, повредить сильно. Еще говоря о технике, последние годы, периодически, даже у нас в гостях был представитель рейсской муниципальной полиции, периодически говорится о введении, ну, большего количества камер видеонаблюдения, в том числе, может быть, и там, не знаю, в каких-нибудь местах не в городе, а там у пригородов и так далее. Вот вы, как руководитель организации по поиску людей, вам эта идея нравится или вы кажется, это излишеством уже? Мне кажется, это вообще классно. Чем больше камер будет, тем более эффективно. То есть у вас, потому что всегда есть такие две точки зрения, с одной стороны, вот с точки зрения там полиции или там людей, организации по поиску людей, это всё-таки облегчает работу, с другой стороны, всегда есть вот такой страх, что это ограничение свободы, это слежка, это нигде не чувствуешь себя в одиночестве, вот такое. Но вы всё-таки склоняйтесь больше к первому пункту, я так понимаю. Ну, да, я вот как вижу, как часто же я приезжаю куда-нибудь и так жалко, что нету видеокамеры на той остановке или где-то там на этом доме, что у тебя даже нету зацепки, где искать этого человека. Вот он вышел из дома, ты даже не понимаешь, в каком он направлении пошёл. Да, вот у нас в Кекове пропал, ну, вышел один мужчина, и мы даже всё обыскали, мы даже не можем зацепиться, где вот его искать. Город, Кеково город, обошли, просмотрели, и там, где это, плотина это, и всё. Ну, все зацепки, которые нам говорили, мы посмотрели, но вот, к сожалению, даже понять вот направление, которое… Была бы камера, часто бывает так, что мы находим, нам говорят там, вот там по камере видно, что он шёл в том направлении. Тогда у нас хоть какая-то зацепка есть, где его искать. Уже подходит к концу наш эфир, давайте, наверное, напоследок. Какой бы главный вопрос. Если человек понял, что он потерялся, какие советы вы можете ему дать, вот, если нас сейчас кто-то слушает, ну, смотри, если кто-то из тех, кто нас слушает, вот потеряется, что нужно делать или что нужно не делать, чтобы облегчить работу тем, кто будет искать этого человека? Ну, во-первых, не надо никогда паниковать, и, во-вторых, ну, если, ну, во-первых, когда, если ты куда-то идёшь, не надо паниковать, не надо иметь с собой телефон всегда заряжённый, если ты куда-то собираешься ходить. Если это касаемо детей, а детей надо девать в яркую одежду, ну, всегда надо звонить в полицию, вызывать полицию. Если ты пропал в беду, надо звонить в полицию. Что ещё говорят? Ну, да, ну, а если, не знаю, там, скажем, не двигаться, я знаю, есть такое, что надо сидеть на месте и ждать. Да, конечно, лучше никуда не уходить, а находиться на одном месте. Там периодически подавать громкие звуки, не знаю, там, раз в час кричать, что я здесь. Не постоянно, чтобы не сорвать голос, а там периодически. Ну, мы сейчас говорим про город или про лес? Где человек в лесу заблудился? В городе, наверное, может, как вы говорили, найти человека, ну, кого-то, кому обратиться в лесу, я имею в виду, да, действительно. Но если в лесу никто не знает, что он пропал, то я вот не очень понимаю, но будет он кричать там долго. Ну, вдруг какой-то ещё лесник найдётся. Не обязательно долго, я говорю, периодически. Ну, да. Или такое-то, главное позвонить в полицию. Я бы лучше загрузил бы приложение и вызвал бы соус. Ну, а по поводу одежды, кстати, я слышал такой факт, не знаю, сколько он правдив, что какой-то процент людей, которые идут в лес, они теряются и потом их не могут найти, потому что у них камуфляжная одежда. Потому что есть какой-то такой стереотип, что если ты идёшь в лес, надо одеться в камуфляж. Ну, конечно, вот это такая есть фишка, потому что этих вот маленьких детей, что искали, а вот этого маленького, наху, по-моему, нашли именно по штанишкам, что он спал в лесу, спрятался, и у него были оранжевые штанишки. То есть дети, конечно, мама должна одевать детей в яркую одежду, особенно если касается леса и вообще где-то прогулок. И вообще, что касается детей, я бы, когда идут с детьми, родители собирают детей на концерт, на какие-то массовые мероприятия, возьмите его, собрали, поставьте его, сфотографируйте его, потому что если ЧП, то мама начинает звонить, говорит, блин, у меня пропал ребёнок, как он одет, я не знаю, помогите мне, и она начинает паниковать. А ты не можешь понять вообще, в чём он одет. А так бы она фотку бы показала нам, и было бы ясно. Ну что, спасибо вам большое. Очень, мне кажется, интересный познавательный разговор. Пожалуйста, уважаемые радиослушатели, скачайте приложение Кнопка Тревоги. Как называется, как его найти? В АПА? Так и называется, Безвест. Безвест. Безвест, да. Вот, скачайте приложение Безвест с всяких магазинов приложений, оно бесплатное, установите себе, установите человеку, которого вы не хотите, чтобы он пропал больше всего, скачайте его для ваших друзей, и так далее. и таким образом мы надеемся, у нас увеличится количество людей, которые будут успешно найдены. В гостях сегодня был у нас руководитель организации Безвест ЛВ Александр Фоминский. Безвест ЛВ Александр Фоминский. Безвест. Продолжение следует...